Мы продолжаем работать над созданием новогоднего настроения. Сегодня у нас в гостях две замечательные мастерицы. Любовь Топлининова и Надежда Гурылёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, что будем делать сегодня с вами? Сегодня мы будем делать новогодний пряничный домик. Помните, наверное, сказку «Пряничный домик». Да. Но делать мы его не будем, я думаю, мы всё-таки будем его расписывать. Конечно. Для того, чтобы делать, я так понимаю, печь требуется. У нас печи тут нет. Нет, мы его только распишем. Мне очень-очень хочется его поступить. А из чего вот эта вот штучка? Это пряник, Серёжа. Это пряник, пряничный домик, конечно. То есть можно будет съесть прямо потом? Можно, конечно. Но сначала его надо сделать красивым, прекрасивым. Для этого берём мешочки с сахарной глазурью, прокалываем дырочки зубочистками. Так. Ну-ка, дай-ка я прокрыл дырочку. Аккуратненько. Прямо в серединке, да? Да, да, да. Так, есть. А как? Получается? Нет. Давай. Посильнее, не бойтесь. О, всё. Мастерски-то как. Да. Ну, а теперь начинаем расписывать. С чего начнём? Давайте с крыши, да. Давайте немножко подумаем, как расписать, чтобы получилось всё-таки у нас красиво, правильно? Ну, для начала мы сделаем, я думаю, обводочку, как она есть. Да, 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 да. Вот такой снежок пока. Сразу ограничить хочешь, да, прямо? Ну, чтобы крыша была всё-таки какая-то симметричная, наверное. Я-то можно по второй стороне только пойдём? Конечно, вместе делаем. Получается. Да, и посмотрите, вот можно какими узорчиками сразу подумать сделать. Так. Водочка, она может быть ровной, а может быть она тежек-заровано. Ну, ровной она у нас уже не получилась, поэтому... Ну, вы же первый раз расписываете, приходите к нам. А долго будет застывать? Нет, не долго. Оно никуда уже не стечёт, я надеюсь? Нет, не стечёт. Посмотрите, оно никуда не стекает. Расскажите нам секрет, как потом хранить эти пряники? Можно ли их вообще хранить? А давай здесь снова угодно напишем. А мы, мне кажется, не поместимся. Я предлагаю... Ну, я хочу. Да, родина. Так. Ну, ты пока спрашивай, а я пока творчеством занимаюсь. Мне тоже очень интересно. Вы знаете, у нас приходят, бывает, вот, мамы с ребятишками, там, с папы, бывает, приходят, бабушки с детьми. И вот эта вот радость, вот, что-то такое сделать своими руками, что-то такое необыкновенное, сказочное, вот это, конечно, очень здорово. Очень вкусно. По-моему, просто пряничный домик, это какая-то, это волшебство, это то, о чём мы читали сказки, это нечто вообще просто потрясающее. И вот представьте, когда накануне... Я же говорила, что у тебя не войти. Да, накануне... Ничего-ничего, нормально. Накануне Нового года, представьте, когда вот это такое семейное действие, когда вместе расписывают практически дом своей мечты, правильно? Это получается, конечно, очень такое настроение у всех романтичное, такое сказочное, действительно. И есть возможность почувствовать себя волшебником. Это, конечно, всех очень вдохновляет. Я тоже очень хочу почувствовать себя волшебником, но для этого мне нужно ещё раз проколоть дырочку. А только домики пряничные делать или ещё что-то можно испечь? А что бы вы хотели? Ну, я не знаю, вот вообще из вашей истории что бывает? Можно снеговиков расписать, можно ёжки, сервички. Можно, представьте, можно вообще, в зависимости от формы пряника. Ну, например, машину интересно расписать, да, мальчишкам, мужчинам, да. Вот тюнингуем сами машину. Поршка-йен, да, сахарная паста. Да, просто форма. Я знаю, что подарить тебе на Новый год. Вот, это замечательный подарок. Можно я уже приступлю вот к этой вот штучке? Мне безумно хочется. И можно положить дом? А, можно, да? Серьёзно, да? Что-то у меня какая-то прям... Вот если дырочка маленькая, то будет такая тоненькая линия. Если дырочка побольше, то, естественно, она будет толще. Да, это тоже можно... А какая-то история есть? Я имею в виду, что это вот какое-то древнее увлечение? Или просто вот вы сами взяли и придумали? Ну, как вы думаете сами? Мне кажется, что это откуда-то из предания старины глубокой. Какой-то из, там, веков каких-то, прошлых, да? Конечно, это любимое лакомство было на Руси. Что-то вот заняла поверхность пустым. Вот вы посмотрите, товарищи. Смотрите, какая красота получилась. Товарищи телезрители. Она нарисовала змею какую-то. Абстракционизм. Нет бы, вот смотри, вот я сейчас напишу что-то красивое. Вот, например, смотри. Хе. Вообще слово пряник произошло от слова перец. И во многих языках переводится как перечная... Какая-то лепешка, перечный хлеб. Так как изначально добавляли перец. На мужское творчество, посмотри. Вообще. У нас уже вся студия украшена в мужском творчестве практически. Можно... Мне кажется, психологи многое скажут. О наших мужчинах. Поэтому... Змейка там была, вот да. Это было, конечно, чисто по-женски. А теперь... А я написал К плюс С. Да, я хотел написать равно СДУ, самое доброе утро. Да, но у меня не поместилось. Места на домике не хватило. Можно еще капельками украсить. О, точно. Я очень хочу попробовать снежинку какую-то изобразить из этого. А как? Руками. Дырка круглая, капелька получается круглая. Снежинка не получится. А можно я попробую все-таки? Попробую. Конечно. Спасибо. Ой. Мне больше всего интересно, долго ли хранится все-таки это. Это самый важный вопрос. Потому что мы подарим съесть, это безумно жалко. Можно полгода хранить. Полгода, да? Конечно, да. Но потом, чтобы через полгода это съесть, нужно поместить пряничек, вот этот домик, в пакет и положить кусочки яблочка. И тогда он будет опять мягкий, съедобный. А, то есть в печку и яблочко положить? Положить в пакет. А, в пакет положить с яблочком. Да, да. У нее тогда... Ну, в талантище. В талантище. Так что можете проверить, полгода его на полгода оставить. Все хорошо. В общем, моя снежинка стала какой-то... Не снежный, да. Какой-то... Все хорошо, да, все там красиво. И вот смотрите, есть ведь очень много, возможно, вы же первый раз делаете, очень много вариантов, каким образом можно расписывать. И когда мы сидим вместе все и делаем, каждый уже свои идеи. Кому-то змейка, кому-то буковки. Есть решеточками очень красиво получается роспись. Просто вот точечками. Главное, чтобы получилась такая ажурность. Тогда вообще получается совершенно действительно такие вот, ну, не точно сказочные, точно удивительные домики. Это вот просто поразительно. Жаль, что время у нас кончается на то, чтобы... Сегодня мы расписывали белой глазурью, а так мы в своей творческой мастерской фантазер расписываем разноцветными. Разными, да? Разными, да. Так что приходите к нам. У нас были сегодня замечательные мастерицы, с которыми мы расписали пряничный домик Любовь Топлининова. И Надежда Курлева. Спасибо. Продолжение следует...